Всем привет! С вами Маша Лилпи и вы на моем ютуб канале! Это вторая часть Wednesday Book! Спасибо вам большое за такой огромный актив на видео про Wednesday Book! Вы меня так вдохновили, что в этот раз я сделала целых 13 новых страничек! Wednesday Book часть 2! Но перед тем, как перейти к новым страничкам, давайте быстро пробежимся по первой части! Первая страничка это Wednesday и Энни стоят у витража, вот такой он, черно-белый. И если выдвинуть вот эту вот деталь, то половина витража окрашивается в радужный! Дальше переворачиваем, тут рюкзачок Wednesday, а кто же в рюкзачке Wednesday? Это вещь! Дальше страничка, вот такая вот гардероб Wednesday. Кстати, смотрите, тут сидит вещь, он подбирает наряд для Wednesday и я думаю, что ему нравится вот это платье, он же его как раз таки для Wednesday украл. Вот, вот такая вот красотка она в этом платье Давайте еще оденем ей школьную форму Мне кажется, ей хорошо будет Вот, вообще шикарно И еще у нее есть вот такой вот наряд для прогулок Тоже на ней сидится, по-моему, суперски Дальше идут у нас Аякс и Эннет У Аякса, так как он горгоном, выдвигается вот такая змейка Если потянуть за шапочку По-моему, очень мило Главное не смотреть ей в глаза, ребята, а то вы ох и не меняете А у Эннет, по-моему, самый классный механизм из всего Венсдейбука Мне очень безумно нравится эта страничка Если потянуть за заколочку сердечка, то у Эннет выдвигаются когти По-моему, это реально суперская страница Я просто ее обожаю Следующий разворот Это Тайлер и Ксавье Тайлер, который превращается в Хайда Вот, механизм немножко, правда, заедает И я до сих пор надеюсь придумать, как его починить Но вот такой вот Хайд Выглядит забавно И Ксавье Тоже очень классная страница Ксавье стоит у Мальберта И думает, что же ему нарисовать Но на самом деле он уже нарисовал Вот, смотрите Хайды, Уэнсдей и психолог Валерия Кстати, кто-то в комментариях под прошлым видео заметил, что когда ты открываешь вот этот вот Хайд Он практически на голову Реально! Слушайте, реально! Блин, это забавно! Капец, мы раскрыли Тайлер, на самом деле все-таки не Тайлер, Хайд, а Ксавье Дальше идет Юджин Вот такой вот он улыбается Так как он очень любит пчелок Он уже приоделся в свой костюм, чтобы пчелки его не покусали Ииии... Выпускаем пчелок! Оооо, вот они пчелки, вот такие забавные И последняя страничка первой части была Бьянка У нее здесь вот такая вот спиралька Это, как бы я пыталась имитировать голос сирены И этот голос сирены, а точнее Бьянка, говорит тебе Подпишись на мой канал! Очень многие писали в комментариях во всех соцсетях, где я выкладывала эту страничку То Бьянка не похожа И вообще это мой худший рисунок в Венздейбуке В какой-то части, ребят, я с вами согласна Но на тот момент это все, что я могла сделать И вообще я впервые на самом деле Ой, тут выпал кое-какой механизм со следующей части Так у меня не было никакой другой краски коричневого цвета Я рисовала вообще акрилом Это было очень сложно в такой технике рисовать Думаю, в следующий раз я буду немного уже опытнее Но мне кажется, что для первого раза получилось вполне себе ничего Все вывалилось Так, как-то кое-кому уже не терпится показаться вам Выйти на свет И поэтому, ребята, мы наконец-то переходим к новым страничкам Вензи-бук новой страницы! Та-дам! Представляю вам разворот с Венздей И вот эта страничка, как вы, наверное, уже догадались Это Венздей на балу Посмотрите, как я сделала ей механизм рук Они прям вообще-то классно выглядят, как у настоящей куклы Вот так она может танцевать Давайте станцуем всеми известный ее танец Меня, на самом деле, не очень хорошо видно кверх ногами, но ладно Она вообще может танцевать любой тренд Ребята, пишите в комментариях, какой тренд мне станцевать Точнее не мне, а Вензи Какой бы вы хотели увидеть тренд от Вензи Я, возможно, сниму в лайк видео И, кстати, убираются эти руки очень легко Вот так вот, чтобы они не помялись Когда я буду закрывать страницу Вот так вот достаточно сделать Вензи, видимо, конечно, у нас очень гибкая Раз она может так, в таком положении находиться Следующая страничка Это где Вензи играет на виолончели Вот так вот Можете подставить сюда любую музыку Выкладывать мемы И загорелся памятник Крэкстона Эта вещь его поджег А вот если сделать так, потянуть на себя То он сейчас потухнет Мне очень нравится, как здесь получилась Вензи Она такая прям... Как-то передается атмосфера персонажа Хоть я сделала не совсем в том стиле, в котором я рисовала все остальные лица Вензи Буки Но я нарисовала в своем стиле Как-то так само получилось Вензи Бук новой страницы И переходим ко второму развороту Тут Лариса Уимс, директриса школы И помните то, что она умела превращаться в разных людей? Она превращалась в Тайлера и в Роуна И, собственно, я сделала такую страничку Если потянуть влево С моей стороны влево То она превращается в Роуна Правда, прическа остается Ларис Но, по-моему, так даже смешнее и забавнее Роуна в платье Но это еще не самый угар Самый угар это... Тайлер! Ему идет Ему идет, реально Прям идеально прям все подошло У него глаза под цвет прям платья Это забавно, но Лариса возвращается И следующая страничка разворота Это гонки на лодках На самом деле, мне кажется, что это нарисовать очень быстро Но мне кажется, что на эту страничку ушло больше всего нервов и труда И рисовать эти лодочки было нереально сложно Вот это... Я вообще, на самом деле, не очень умею рисовать лодки Всякий транспорт Я умею больше всего рисовать людей И мне очень сложно было вот это все сделать Но, в любом случае, у меня получилось, поэтому давайте посмотрим на механизм Тут лодки вот эти вот фиолетовые Я не помню, как они назывались Вроде какие-то призраки Черные кошки Клоуны И вот эти вот желтенькие Где еще Бьянка, я не помню Ну, какой-то там у них скелет желтый, золотой У них у всех вот такой вот механизм Они все вот так вот двигаются Как, помните, я делала из... Игра в кальмары у меня был поп-ап-бук Там тише едешь, дальше будешь Такой же механизм был Двигались человечки-игроки Но у лодки черных кошек есть особенность Видите, вещь сидит рядом с Эннет и Уэнсдей И так вот, он выдвигает шипы у лодки И этими шипами они могут проколоть участников каких-нибудь Подставить их, так сказать И поэтому черные кошки, естественно, выигрывают Потому что... Потому что они самые хитрые Там Уэнсдей и Эннет в команде Конечно же, они придумывают какой-нибудь хитрый план, чтобы победить Уэнсдей, бук, новая страница Следующий разворот О, мне очень нравится вот эта страница Ну, не представляете, насколько было долго и сложно рисовать тот фон Но получилось круто Тут Уэнсдей и Бьянка соревнуются на фехтовании Кстати, к ним приклеены настоящие иголочки Как шпаги у фехтовальщиков Вот такие вот они Ими можно двигать Тут такой же примерно механизм, как... Точнее, не примерно, а такой же механизм, как у предыдущей странички Только их две вот эти штучки Они могут друг друга заколоть Но это уже нельзя так Ну, ладно, ребят, на самом деле они ЛП И они вот обнимаются Видите, они обнимаются И следующая страница Это Тайное общество Тут вот такая вот стоит статуя Вот такой вот фон Но вы же помните, что нужно сделать, чтобы попасть в Тайное общество? И статуя отодвигается И нам открывается Тайное общество Я нарисовала здесь вот такую вот библиотеку, книги И вот такой вот пол Вот этот вот их цветок с черепом И, кстати, я тут наложила так тень Вроде как-то равномерно, что кажется, как будто бы картинка объем Ну, не знаю, с моего прям ракурса этого гальзитар Мне нравится, как получилось это Тайное общество нарисовать Ну все, срочно закрываем его для тех, кто не знает пароли И сюда не проник, потому что это Тайное общество Только для нас с вами, ребята И следующая страничка Следующий разворот Человек на вас нападает в лесу Сваливается на вас, так сказать И вы такие хотите его прикончить уже Потому что вы думаете, что это страшный какой-то монстр Но нет Он снимает шляпу И это, оказывается, дядя Фестер Вот такой вот механизм Я пыталась повторить вот этот момент из сериала По-моему, получилось очень даже очень И следующая страница это то, как воскрешали вещь Тут сидит Уэнзли, плачет И дядя Фестер пытается воскресить вещь Он, смотрите, пускает молнии Бьет током вещь, чтобы он воскрес И вещь двигается, пытается ожить По-моему, это тоже очень круто получилось Особенно вещь реально выглядит реалистично Вот такая прям целая сценка из сериала получилась Вэнзли-бук новой страницы И переворачиваю на следующий разворот Вэнзли пришла в лес Не знаю, может ей скучно, одиноко Не с кем поговорить И, видимо, Гуди это почувствовала И пришла к ней И вот так вот Вэнзли общается Со своими дальними предками Родственниками Кстати, идею этой странички я взяла из комментариев Мне предложили, чтобы я сделала страничку Где Гуди появляется в лесу Из-за деревьев Спасибо большое за эту идею Следующая страничка про Уэнзли В сериале это был очень красивый кадр Как она сидит посередине окна Со шкатулкой Так грустит И с одной стороны у нее падает радужный свет А с другой стороны просто синий Такой ночной сумеречный свет Мне очень понравился этот кадр Поэтому я решила его нарисовать Итак, открываем шкатулку И здесь вот такая балеринка Она просто такая мили-сипузенькая Вот по сравнению с моим мизинцем Она реально с ноготь моего мизинца размером И помните, кстати, еще у Уэнзли из шкатулки Выпадали фотографии Так вот и у меня Если потянуть за вот этот хвостик черненький То выпадают фотографии Их я распечатала Потому что это нарисовать просто невозможно Ну и в принципе, как бы фотографии Они в принципе и фотографии И следующий разворот Он про Мэрилин или про Лоурел Мэрилин же преподаватель в школе Невермора По хищным растениям И поэтому я ее здесь изобразила Что она держит горшок С хищной вот этой вот мухоловкой Цветком У нее же таких много было в своем классе И если потянуть за вот эту вот волшебную веревочку То он захлопывается Можно даже туда положить палец И тоже его съест этот цветок Так будет со всеми, кто не поставит лайк на это видео Вот этим своим пальцем И следующая страница на самом деле Очень жестокая Это спойлеры для тех, кто не смотрел Хотя мне кажется, что уже все смотрели Тут Мэрилин стоит Читает заклинание Чтобы воскресить Крэгстоуна А это, собственно, его гробница И Уэнсдей прикладывает руку Точнее, ее Мэрилин насильно приложила К этому склепу И порезала эту руку Вообще, мне очень жалко ее, на самом деле Было в этом моменте И эта гробница открывается И оттуда восстает Крэгстоун Очень эпичный кадр Очень эпичный момент И я думаю, что у меня получилось Очень хорошо его изобразить В своем Уэнзибуке Уэнзибук новой страницы Ну и на данный момент Последняя завершающая страничка Это дом Адамса Очень красивый, на самом деле У Адамса такой интересный дом Классный Я бы хотела в таком жить Рисовала я его со стоп-кадра из сериала Но это не простой дом Адамсов Если открыть этот дом То там Адамсы Паксли, Мартиша, Гомес и Уэнзи Кто вам больше нравится из семейки Адамс Пишите в комментариях О, мой эпично Мне прям нравится эта страница Уэнзибук новой страницы Вот такой вот Уэнзибук у меня получился Пиши в комментариях Какая страница тебе понравилась больше всего Из второй части И вообще из всего Уэнзибука С тебя два комментария Мне, наверное, понравилась Из второй части больше всего Страница с Уэнзи Играет на виолончели И памятник загорается Мне кажется, это прям очень красивая Классная страница получилась А если из всей книги На самом деле это даже очень сложно выбрать Потому что все страницы мне просто безумно нравятся Но, наверное, все же всего Все же всего Мне нравится Энни Она просто лучше Я починила И до сих пор все работает Фух, ура Я уже думала, что все окончательно вырвало И моя страница Любимый конец Но хорошо, что все хорошо Что все хорошо кончается Это моя самая любимая страница Во всей книге Потому что мне кажется Что Энни получилась Лучше всех Мне очень нравится Как она здесь нарисована Как я ее нарисовала И мне нравится, конечно же, механизм Потому что он работает лучше всего Ну и Аэкс мне тоже очень нравится Мне, в принципе, вот этот разворот Эти вот ребята Аэкс и Энни Они просто лучшие получились Я очень рада, что я наконец-то завершила When's the Book Это был просто сумасшедший труд На каждую страницу ходило Четыре, а то и больше часов И я рада, что получилось настолько классно И я осталась довольна результатом Ставь лайк за мой труд И подписывайся на мой YouTube-канал Потому что у меня уже появились идеи Для следующих буков И ставь колокольчик Чтобы мои новые видео И мои новые буки не пропустить Если ты будешь повторять Какие-то странички из Wednesday-бука То скидывай в чат Моего телеграм-канала Хамчаку сети Слычка, кстати, будет оставлена В описании под этим видео Я очень люблю смотреть ваши работы И если их накопится достаточно много То я сделаю отдельное видео С вашими работами Всем спасибо за просмотр Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok